Предположим, что у нас есть табличка и спарклайны, которые мы хотели бы совместить на одном дашборде и они работали как одна таблица. Для этого нам нужно будет использовать следующее. Во-первых, нужно использовать горизонтальный контейнер, в котором мы сможем разместить эту табличку и спарклайны. Далее нам нужно настроить так, чтобы между этими спарклайнами и табличкой не было никаких узоров. Мы здесь можем просто уменьшить падение слева и справа для этих графиков. Теперь нам нужно настроить, чтобы они совпадали по высоте. Для этого мы делаем обоих таблиц FeedWiz и дальше настраиваем высоту этого спарклайна под высоту строки. Здесь может понадобиться немножко посидеть это. К сожалению, не настраиваться никак в пикселях. Это было бы очень удобно, но просто подогнать аккуратненько под нужный размер. Вроде норм. Дальше нам надо скрыть хедер для спарклайнов, он нам больше не нужен. И у нас с вами получается табличка стоит рядом со спарклайном. Чтобы добавить подпись вот здесь о том, что это на продаже наших, мы сделаем фейковое поле, которое просто даем sales и скроем для него field. Получится здесь подпись. Даты можно здесь убирать, можно оставлять. Тут смотри, какая у вас задача. Дальше вопрос сортировки. Здесь нужно, чтобы сортировка обязательно у этих графиков работала одиноко. Чтобы это настроить, нужно, во-первых, скрыть сортировку для пользователя, потому что он может это случайно сломать. Скрывается сортировка вот здесь в Worksheets, Show Sort Controls, и мы эти Short Controls скрываем на двух графиках. Теперь пользователь не может никак сортировать. Чтобы дать пользователю возможность сортировать, мы это будем делать через параметр. Нам нужно будет создать параметр. Сделаем, например, Integer. Тут уже от ваших. Это почти не зависит. Я люблю делать вот так вот. Тут главное не забывать, что значит. Но зато проще немножко писать в функцию case. И дальше нужно сделать поле SortBy. Кейс, SortBy, когда один, then sales, когда два, then quantity, когда три, тогда discount. И дальше мы настраиваем сортировку по нашим Dimension по этому полю. Мы делаем сортировку, Field, и ищем поле SortBy. То же самое делаем для SparkPile. Теперь мы можем вывести этот параметр. И настраивать сортировку по тому, как нам нужно. Вот, это все. Очень любят такие таблички. Они классно работают и хорошо смотрятся. Единственное, чтобы быть аккуратны с высотой строк. Нужно, чтобы они были обязательно совпадали. С сортировкой. Ее здесь придется делать отдельно. И не забывайте обязательно отключать историю, для того, чтобы пользователям это сломать. Предположим, что мы хотим увидеть распределение Profit Ratio по разным подкатегориям товаров. Для того, чтобы отобразить это классно подходит график, так называемый Swarm B, ну или просто график распределения точечный. При этом мы хотим видеть не общие значения, какие-то агрегированные, а хотим видеть значения для каждого заказа. То есть, таким образом мы можем получить и общую картинку, и какие-то выбросы, которые происходят в какой-то каждой из категорий и так далее. При этом для таких графиков часто используются прием Jittering. Jittering – это когда мы смещаем точки в каком-то случайном порядке для того, чтобы их просто отдалить друг от друга, но при этом это смещение не имеет никакой привязки к данным. Для того, чтобы это сделать, в других системах используются функции Random. Но в Tableau такой функции кажется, что нет. Если пойдем с вами смотреть функции, которые есть в Tableau, функцию Random мы здесь не найдем. Однако же, если мы просто напишем с вами расчетное поле и сделаем с функцией Random, которая просто у нас функция без аргументов каких-либо, то мы на самом деле… Эта функция сработает и она будет возвращать от нуля до единицы. Почему эта функция не описана нигде в документации, я не знаю, если честно, но она работает, и уже довольно давно ее пользуюсь, пока не подводила. В общем, есть такая функция встроенная, и она нам позволяет, соответственно, возвращать как раз просто значение от нуля до единицы. Здесь ее можно использовать как агрегат, но лучше в нашем задаче можно использовать именно как просто Dimension. Мы можем эту ось зафиксировать, там какие-то значения 0,1 до 1,1. Ну и дальше просто уже оформлять немножко график, то есть нам эта сама ось не нужна, мы можем ее скрыть, мы можем скрыть здесь всевозможные лишние предлайны, 0 line можем тоже здесь скрыть, немножко подтянуть по высоте нашей категории. Конечно же, надо сделать поменьше сами точки и дать им прозрачность. Я такой тип графиков очень люблю, собственно, это jitterplot, потому что он позволяет довольно классно видеть как общую картину, так и находить всякие особенности в данных, которые сложно видеть в каком-то другом отображении. Например, использовать jitterplot мы можем увидеть, что для некоторых категорий есть какие-то явно кластеры, на которые разбиваются эти категории. Можно посмотреть, почему это происходит. Какие-то категории, наоборот, распределены довольно равномерно во всей категории. Есть категории с явными отрицательными выбросами. И самое прикольное, что еще, например, видно кластеризацию данных, которая у нас идет по каким-то круглым цифрам. Это значит, что у нас чаще всего значения какие-то продаж, не какие-то цифры, в общем, случайные, а когда эти цифры равны 100, 200 и так далее. То есть из-за этого происходит такая сертификация. По-моему, очень классный вид графиков. Советую вам использовать, если можете. Ну и просто знайте, что существует такая вот скрытая функция random. При этом эта функция работает классно. Ее можно использовать не только для життеринга, можно и для любых других случаев ее использовать, когда это нужно. Поэтому советую вам ее использовать. Предположим, что вы сделали какую-то ошибку в названии своего листа, который вы публиковали, и хотите его переименовать. Если вы делаете это через Tableau Desktop, то, к сожалению, после публикации вашего отчета у всех пользователей, у которых была ссылка на этот отчет, слетит. Так как Tableau привязывает URL вашего отчета к названию, которое вы указали на HTML или на дашборде. Это приводит к очень неудобств, супер неудобно, и всегда вызывает большую боль. При этом оказывается, что это можно довольно просто и легко обойти. Мне этот хак рассказал Виталий Ковалев за то, что ему большое спасибо. Собственно, хак супер простой. Вы просто должны переименовывать эти листы не на десктопе, а в веб-версии вашего сервиса. Вы просто заходите в веб-версии, переназываете там, как вам это нравится, сохраняете вашу книгу, и при этом не происходят изменения урла, и URL остается называться так же, как я раньше назывался, а сам view, в нем исправлены какие-то чпятки, ошибки и так далее. Это очень удобно для вас и для ваших пользователей, потому что меняется. Вот если здесь проверить URL, видно, что URL называется, как и раньше, по-старому, как я изначально его назвал. При этом на самом дашборде и в интерфейсе он называется уже по-новому. Очень удобно, супер полезно. Меня точно знают, что будут пользоваться и спасет от кучи неприятностей, потому что очень люблю делать эти чпятки. И это очень удобно для вас. Продолжение следует...